Актуальным вопросом развития Витебской области сегодня было посвящено большое совещание во Дворце Независимости. Для любого региона в это время первостепенный вопрос уборочная кампания, а для Витебщины в особенности. Северный регион – зона рискованного земледелия, но и в сложных условиях нужно оперативно находить компетентные решения для того, чтобы не просто сохранить, но и приумножить урожай. В совещание президент пригласил широкий круг специалистов – правительство, КГК, Академию наук, Минздрав, руководство области – на повестке работа АПК региона в целом. Несмотря на то, что глобально Витебщина показывает положительную динамику, ряд проблем по-прежнему остается, например, ниже уровня прошлого года и урожайность и заготовка кормов. Не хватает сырья, недозагружены мощности мясокомбинатов, поступают жалобы от населения за несвоевременные расчеты за молоко и мясо. Обсудили и производство отечественной противовирусной вакцины и других необходимых препаратов. Это предусматривает создание биотехнологического кластера Витебской области. Все подробности у нашего обозревателя Илона Красудской. Руководство Витебской области во Дворец независимости сегодня приехало со своим караваем. Несмотря на всю историю, залило-засушило и далеко не теми ожиданиями по урожайности, в целом это не скажется на продовольственной безопасности страны. Похожие проблемы в этом году у Гомельска, Минской областей. Главное, что есть резервы и чем компенсировать недобор. Конечно, при условии технологической и кадровой дисциплины. За это высочайший спрос на каждом президентском совещании или в командировке. Если Витебщина или другие районы нашей страны чего-то не добрали, зерновыми колоссовыми, рапсом, у нас стоит прекрасная кукуруза. Я предупредил вице-премьера, присутствует здесь и нового министра сельского хозяйства о том, что тяжелейший и важнейший этап впереди – подготовиться и убрать кукурузу. Особенно на зерно. Отличная, как никогда, стоит кукуруза – отличный урожай. И я уверен, если мы все уберем, то мы еще 2 миллиона тонн можем получить кукурузного зерна. Но убирать кукурузу на зерно или на силос – это ваше дело. Не надо гнаться ради того, чтобы только вот получить зерно. Если сформировался хороший початок, то и кукурузный силос будет очень хорош. Особенно для Витебской области, для других тоже. Витебская область, так уж повелось, всегда была на устах. Регион проблемный. Часто делали скидку на географическое положение, а значит больше внимания и поддержки. Все помнят громкий проект «Интеграционные структуры», 70-й президентский указ со всей необходимой господдержкой, включая рассрочку обязательств по долгам. Эффект колоссальный, но по-прежнему есть и проблемы, которые несут определенные риски. Результаты работы Витебска АПК мы рассматривали неоднократно, в том числе на воездных совещаниях. Нынешний губернатор Александр Михайлович давал заверение, что рост эффективности будет обеспечен. Ну понятно, ступать уже некуда. Ни Витебской области, ни Могилевской, ни Гомельской, как и другим. Сегодня мы видим отдельные позитивные подвижки. Сельское хозяйство области в целом показывает положительную динамику. В целом растут производства молока и удои на корову. Но если не будет кормов, то эта динамика обвалится. Это крайне недостаточно. Проблем у нас хватает. Снижается поголовье и производство скота. Не хватает сырья. Не загружены мощности мясокомбинатов. Всего лишь на треть они загружены. Мясокомбинаты. Молочные предприятия загружены на 70%. То есть есть куда расти и есть где перерабатывать сырье, молоко и мясо. Слабая дисциплина расчетов. Это недопустимо. Повторяю, если у предприятий нет денег рассчитаться с крестьянами, с бюджета отдавайте. Сами без зарплаты сидите, но людям верните деньги. За поставленное особенно молоко и мясо. Погода и различные форс-мажоры будут всегда, поэтому в первую очередь все завязано на управленческих решениях. От их своевременности и соответствующего контроля по цепочке зависит многое. Президент спросит, и какие руководства Витебщины видят резервы, и как планируют завершить этот год. В общем, без стратегии никуда. Мы будем делать больше ставку на инициативу руководителей на местах. Мы больше ставку будем делать на какие-то новые проекты, новые линейки продуктов, которые либо необычны для нас, либо которые максимально востребованы и ожидаемы на внешних рынках. И это все на фоне того, что мы четко все равно сохраняем сырьевые зоны возле каждого предприятия, что было красной линии в 70-м указе. Ну и те обязательства, которые долговые взял на себя 70-й указ, никто от них не отказывается, мы их продолжаем гасить так, как было записано и согласно всех график. Одно из самых главных – это научиться более качественно и более ярко продавать наш товар, который реально все знают, что он высококачественный и экологически чистый, но надо его завернуть еще в более красочную упаковку. В Витебском регионе сейчас строится завод, где будут выпускать отечественную противовирусную вакцину. И не только. Предприятие станет ядром будущего биотехнологического кластера. Как только мы столкнулись с пандемией, решение президента было принципиальным. Свои вакцины однозначно нужны. Сегодня ковид, завтра может быть любой другой вирус или его штамм. Страна должна обеспечить своих людей необходимой защитой. Так что глобальная цель – вообще уйти от импорта вакцин. Как мне докладывают первый этап позади, опытная серия вакцины выпущена. Помните, мы ездили, смотрели, планировали построить настоящий завод по производству собственных вакцин. Почему в Витебском области? Потому что есть опыт. Там вакцины для животных мы умеем делать. Ну а разница животная вакцина или человеческая, скажем так, определенная есть, но опыт можно использовать. Наработанные здесь технологии мы сможем в дальнейшем широко использовать для производства иных вакцин и лекарственных средств. Это я особо подчеркиваю. Хочу услышать о качестве полученного белорусского препарата, насколько он действенный, в какие сроки мы сможем закрыть потребности страны в вакцине. Пока вакцинируем по сути чужим продуктом. Публично предупреждаю Минздрав, что мы жесточайшим образом разберемся с системными случаями приписок и безхозяйственности в ходе вакцинации населения, выявленными Комитетом государственного контроля. Далее. Прошу также доложить, как движется второй этап. Здесь следует подумать о более масштабных планах и расширении линейки продукции, чтобы не ограничиваться одной вакциной. Белвид Унифарм – это более 90 лет успешной разработки и выпуска ветеринарных препаратов. Для предприятия не было проблем оперативно переориентировать технологический процесс. По сути, страна работает над созданием принципиально новой отрасли экономики. Этот завод уникальный и он основан на том, что будет выпускает инъективные вакцины различной платформы, которые можно сегодня сходу сказать, могут закрывать как минимум 7 заболеваний, в частности это грипп, это гепатит, это оспа и так далее. Запуск нового сложного производства запланирован на весну следующего года. Сюда приедут работать две сотни новых сотрудников. Им предстоит решать еще одну амбициозную задачу – выпуск противоопухолевых препаратов. Наработки уже есть. Появляется очень много новых продуктов биотехнологически направленных, как с ГМО измененными, так и новые лекарства, новые подходы в лекарства. Это векторные вакцины, это линейки лекарств на основе моноклональных антител и так далее. Вот эти все новые, передовые, топовые вещи, которые в мире не каждая страна может себе позволить произвести, мы хотим освоить у нас на территории Витебской области. Но я это больше рассматриваю не как коммерческий проект, хотя это очень важно, а, наверное, как проект формирования таких научных коллективов, производственных коллективов, которые способны это сделать и которые могут потом в перспективе решить любую задачу, которую правительство поставит перед ними, создав еще какой-то новый товар, новую линейку товаров, которая будет еще более успешна как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Завод будет мобильным. Например, закончили производство вакцин от коронавируса, очистили линии, начали производство вакцин от гриппа и так далее. Но это не значит, что работа кластера замкнется на Витебской области, и какие-то испытания возьмет на себя Академия наук и другие специалисты. Первый потребность внутренняя мы делаем для обеспечения собственной страны, так как мы закупаем на многие миллионы долларов тех же вакцин от других заболеваний за рубежом. Это и наша безопасность. Это первое. И второе, конечно, безусловно, мы должны ориентироваться на экспорт, на зарабатывание валюты, что для нас крайне необходимо, так как мы страна экспорта ориентирована. Мы проработали несколько векторов. Это азиатский вектор, российский вектор и, возможно, европейский вектор. Ну и логично, что именно Витебщина с такой сильной научно-инновационной базой примет 11-й форум регионов Белоруссии и России следующим летом. Научная повестка станет главной темой форума, который не исключено расширит географию участников. Что касается его организации, президент сказал, все сделать так, чтобы не было стыдно, начиная от приема гостей до самой повестки и результатов. Надо максимально серьезно отнестись к подготовке. Нам есть, что предложить партнерам. Успех ТИБА-2023 тому подтверждение. И есть, что позаимствовать у российских коллег из науки. Предстоящий форум – это еще одна площадка для новых бизнес-идений. От инновационных наработок до заключения крупных контрактов. Надо доложить о разработанной концепции, планах по организации и наших фишках, которые мы готовы предъявить народу. Может, пришло время пригласить к участию партнеров и из других стран. Разговор о Витебской области сегодня получился очень разнообразным по темам. Сельское хозяйство, биотехнологии, кластер и выпуск вакцин, подготовка к экономическому форуму. Все эти проекты и события должны поднять регион на новый уровень. Глава государства сегодня акцентировал – это только начало разговора. Ситуацию никто не идеализирует. Работать нужно дальше и по дисциплине, навести порядок буквально и сделать все, что необходимо для следующего Сева. Основные тенденции и итоги для северного региона будут видны после уборочной кампании и реализации проектов. Илона Красуцкая, Екатерина Круталевич, Ольга Масловская, Александр Олешко и Михаил Христофоров. Агентстватель новостей.